Я уже второй год играю в шахматы. Шахматы! Очень много внутри агрессии. Было огромное желание выделиться. И вы вообще когда последний раз с Антоном дрались? Такие истории, они самостоятельные. Супер! Спасибо, что вы это говорите. Это прям такой архетип. Меня пугает, когда я нравлюсь. У нас через неделю премьера. А что нам делать, Хабаров? У нас ничего не складывается. Давай на онкологию сдай анализы. Что с тобой? Мы тебя не узнаем. Вот мне легче работать вопреки. Такая психика. Вам помогает дочь? Да, мне помогает дочь. Ее зовут Камила. Камила на самом деле автор этого проекта. Дергачев инсайт. Именно она все придумала. И она на самом деле мой продюсер. Наш продюсер. Ну и она по голосу лет 17-18. Она выглядит лет на 14, но на самом деле ей немножко больше 18. Я понял. Камила уже у нас на самом деле закончила институт. Училась в Бангкоке, училась в Праге. То есть она на самом деле уже девочка взрослая. Но на Востоке мы обладаем практически все очень счастливыми генами. Поэтому у нас все так хорошо. Мы все выглядим на 18, хотя нам всем больше. Это здорово. Это я сейчас работаю с режиссером Белозоровичем. Вот самый режиссер, который, ну, во-первых, он герой озвучания многих. Он озвучивал все. В «Сигаре Олмана» в «Пятом элементе». Потом в советском, ну да, армянском мультике «Ух ты, говорящая рыба». Помните такой мультик? Да, да, конечно. Да, он там озвучивает этого молодого человека, который говорит, блоха с того берега моря, который орел не прилетел, не прилетел. Так вот, Белозоровичем, значит, 70 лет. Каждое утро он делает 180 отжиманий, 180. Каждое утро. И находится в такой какой-то фантастической форме. Он, в общем, как наш клинтыст. Но это тоже генетика, мне кажется, потому что у него такая шевелюра. В 70 лет такой шевелюр уже редко кто обладает. У него прям просто такой, ну, как Анжела Дэвис, чуть-чуть меньше. Вот, поэтому такая вещь генетическая. Ну, генетика генетикой, но если отжиматься каждый день, то я думаю, что да, поддержка генетики неплохая получается, в общем. Да. А я у него спросил, во сколько вы занялись с собой? Он сказал, 50. Я говорю, ну, у меня еще лет 10 есть. Вот мне то же самое говорил Марат Гельман. Он говорит, вам сколько лет? Я говорю, мне 52. Он говорит, ну, мальчик мой, вам самое время заняться собой. Я тоже приехал в Черногорию, в 54 года бросил курить и понял, что на самом деле я не старый, а я не мог по горам бегать, потому что я задыхался от того, что у меня сигареты. А как-то выкурить бросил и бегать стал по горам нормально. Так что, говорит, подумайте, вам самое время заниматься. Вы, кстати, велосипедист? Да, я очень люблю, да, да, да. Я очень походил пешком. Велосипед, ну, правда, вот я готовлюсь сейчас к операции. Разрыв мениска был. Ну, это такая плановая операция. Да. Ничего страшного, быстренько сделают и все. Оторвался мениск, ну, ничего, все бывает. Вчера, правда, играл с ним спектакль. Никто не заметил. Наколол себя. Да, у нас на самом деле была... Мы же на самом деле тоже прокатчики. Мы возим людей, антрепризу. У нас была история, когда прямо перед концертом Леонтьев в Астане очень сильно ударил ногу и вообще у него подозревали перелом. На 40 минут задержали концерт, а это вот было где-то года три назад, то есть, ну, около 70 уже Леонтьеву, да? Вот, он обкололся и он отработал. А он же еще, если видели, он же еще танцует активно очень на своих концертах. Он же сам прыгает в 70 слоях. Конечно видел. Да. Вот, поэтому он еще отколотый вот с этой ногой и он еще там так выдавал. Он временами так чуть-чуть на кого-то сзади присаживался, на какого-то мальчика, а потом опять прыгает. То есть, ну, такие штуки, которые, да, вот у вас артистических людей, да, и они бывают. Вот когда человек должен работать, так он работает. Я думаю, что этому еще какое-то такое научное, ну, как бы биологическое объяснение, потому что, ну, нормальный артист, уважающий себя, он все равно волнуется и волнуется сильно перед выходом на сцену. Это другое волнение. Это адреналин, и он, видать, там все забивает все эти болевые ощущения, то есть всплеск адреналина большой, это волнение, и тебе легче. Потому что, когда я ушел за кулисы, я там, ну, мне не очень было хорошо. Вот. А на сцене как будто так и надо. Это вот температура 38-39, тоже адреналин впрыскивается, у тебя сбивается надо 37 спокойно. Вообще никаких проблем. Ну, вы, получается, такой все-таки адреналиновый наркоман или нет? Вам, кроме сцены, что-то еще приносит такое прям вот большой выплеск адреналина? Шахматы, шахматы. Я уже второй год играю в шахматы. Я занимаюсь с педагогом. Я нашел, как бы это сказать так, в общем, такого старенького дедушку, который находится, живет очень далеко от Москвы, вот, но очень профессионального. Его ученики играли с Костинюк, вот с чемпионом, чемпионкой мира сейчас. Он моего сына воспитывал в шахматах, но сын дошел до второго разряд, потом бросил, потому что, ну, бросил. А я вот второй год, и вот это приносит мне удовольствие. На площадке редко кто играет. Вот у нас играет Коля, оператор, стадикамщик. Он КМС, бывший КМС, где-то в 17-18. Вот я его, первый день я в него проиграл, а позавчера я его сделал две партии. И я испытываю, не сказав, ну, просто громадный удовольствие, фанат, и все. Вот сижу, сижу, вот, видите, купил себе задачник по шахматам, детские задачи, и все время разбираю. Ну, в общем, вот от чего я торчу, так это от шахмат. Я видел, что вы еще и с поклонниками, и с поклонницами играете. Вы где-то в каком-то из сюжетов с карантина, вам там кто-то к вам обращался и говорит, я хочу взять у вас реванш, я вам проиграла, но я с этим не согласна, я хочу у вас выиграть. Да, то есть, мало того, что люди вас любят, понимаешь, люди к вам это, так вы их еще и обыгрываете. То есть, ну... Да, но есть, которые меня обыгрывают. Да, я играю в Ческоме, такая программа Ческом, там есть все, от чемпионов мира, Карлсона, до вообще... У меня очень низкий рейтинг по сравнению с ними, у меня рейтинг 700, вот у педагога, с которым я занимаюсь, рейтинг 2000, у Карлсона 2600, ну, в общем, приложение шикарное, и да, поклонники, я... Ну, их, к сожалению, не так много, кто играет в шахматы. Очень много играет индусов и китайцев. Индусы очень хорошо считают. Индусы очень хорошо считают, и когда идут быстрые партии, у них очень быстро проигрывают, потому что они очень быстро понимают разницу фигур, цену фигур, и быстро считают, если останутся они в преимуществе. Китайцы тоже хорошо, русские, мне встречаются в этом приложении, ну, может, в неделю пару раз, и все, к сожалению. Но, когда я сейчас снимаюсь в фильме про 1975 год, и декораторы приносят журналы наука и жизни, когда я открываю задачки того наука и жизнь, вот, и там же шахматы целые 4 или 5 страниц посвящено шахмату, и задачи, которые шахматные тогда были, ну, они очень сложные. Это как кроссворды, я выписывал один журнал, где в конце кроссворды, там, 52-го года, 53-го печатаются, там, 46-го даже. Эти кроссворды, ну, без словаря не отгадаешь. Это не сейчас вот эти вот, потому что... Да, понятно. Это я к чему? Люди попроще сейчас стали. Ну, люди стали попроще, хотя бы потому, что у них нет большой советской энциклопедии, которую можно читать просто как с любой страницы, и большого советского энциклопедического словаря, о котором вы как-то говорили, и который на самом деле лежал в каждом интеллигентном доме, да, то есть, и... А вот, в принципе, половина того, чего я откуда-то вдруг вспоминаю, это все из большого энциклопедического словаря. Вот, то есть, поэтому, ну, да. А сейчас чего? Сейчас тебе не дает интернет такого, скажем, запоминающегося знания, потому что оно девальвировано, ты немножко другую ценность получаешь. Сейчас все серферы, раньше были дайверы, погружаются на дно, изучают про его, а сейчас все серферы по волнам пролетелись, и все, и что помнят, ничего не помнят, к сожалению. Антон, мы с вами лихо так начали, уже говорим, я сейчас вставлю только то, что я хотел сказать вначале, чтобы вас немножко как бы представить, но не то, что даже представить, просто сказать то, что я вот про вас чувствую, и мы совершенно так же дальше продолжим, да, то есть, я, да, я что думаю вообще про Антона Хабарова? Про Антона Хабарова я думаю, что это внутренний баланс, это потрясающая дисциплина, это энергия, это пытливый ум, постоянное самосовершенствование в профессии, да, и даже если можно, скажем так, камень кинуть и сказать, да, да, ну, это сериалы, это все, да, но вы, пожалуйста, господа и дамы заодно посмотрите, и неопределившиеся, вы посмотрите, какие это сериалы, да, то есть, потому что трамплин-то у Антона Хабарова это ни больше, ни меньше, чем доктор Живага, вот, а доктор Живага я вообще воспринимаю как такое продолжение большого советского кино, вот, и вы там вот прям вошли абсолютно естественно и вот по полным ходам в это дело, да, потом «Закрытая школа», которая вам дала очень много популярности, да, «Отчим» хороший сериал, «Мурка», да, «Мурка» – это же непросто, то есть, это какая атмосфера, это какой объем, это какая Одесса, это какой язык, в конце концов, да, если уж мы всей страны, в которой половина сидела, половина охраняла, то, так или иначе, атмосфера «Мурки» нам всем достаточно близка, и особенно хочу сказать, особенно хочу сказать, конечно, о сериале Казанова, потому что, ну, мало того, что по версии кинокритиков, вы актер года 2020, да, за этот сериал и за роль Казанова, так это еще совершенно потрясающая игра и жизнь про свободного человека в несвободной стране, вот для меня это так, потому что, вот, давайте сразу тогда, может быть, чуть-чуть про Казанова, потому что, мне кажется, что вы, мало того, что вы там составные роли такие делаете, как в матрешку разбираете, да, когда вы же еще там потрясающий объем даете самого этого человека, этого афериста, этого, ну, вот, не было у человека другой возможности, ну, вот, почти гениальный актер, который не состоялся, да, вот, как так получилось, что вдруг на, прямо скажем, безрыбье, на большое количество однотипных сценарий, на большое количество однотипных сериалов, вот вдруг такая роскошь с такими возможностями, как так вышло? Ну, по моей статистике, хороший сценарий приходит раз в шесть лет, вот, последний, это был Мурка, хороший сценарий, и сейчас Казанова, они очень редко попадаются, вот сейчас мне попался такого же уровня сценарий Алекс Лютый, я не знаю, сколько прошло с Казановой, но, наверное, стоит, не знаю, я сразу понял, когда прочитал сценарий, сразу понял, что он обречен об успех, но неважно, буду я в нем сниматься или не буду, есть такие истории, вот, они самостоятельные, как вот, не знаю, только успеем... Спасибо, что вы это говорите, это прям такой архетип, вот прям архетипическая история, здорово. Имея талант, имея возможность, имея работоспособность это сыграть, и, в принципе, Хабаров, Иванов, Сидоров, ну, то есть, человек, способный к этой профессии, кто бы ни был, кто бы ни сыграл, это все равно выстрелит, чуть больше, чуть меньше, но история, она сама как действующее лицо, она очень сильная, это очень хорошая драматургия, открываешь, ну, то есть, герой говорит так, как говорили в то время, герой, ну, то есть, там все очень здорово написано, это как удивительный сценарий, я сразу понял, что это классная история. Потом начались пробы, пробовалось очень много людей, очень много артистов, замечательных артистов, но кто-то там так не подходил, кто-то так. Самая сложность была в том, что это роли характерные были, должен быть актер-герой, но еще с характерами роля. Но так как я в театре, ну, достаточно стараюсь быть свободным человеком, укажу из театра, если мне какой-то театр не нравится. Я пошел вот сейчас к Безрукову, на губернский театр, и мне дают играть там характерные роли. Я играю остро характерные роли, я играю сатирические комедии, остро характерные комедии. И самое, если вы помните этот материал, самая легкая роль для меня была, это Ботаник. Все считают, что мне она очень сложно досталась, который стихи читает, этот заикающийся. Он такой, абсолютно такой, какие тогда и были люди. Вот таких людей тогда было навалом. Да. Ну вот это мой принос из театра, из пьесы Гельмана «Скамейка». Вот, я играю в театре. И Гельман тоже был, конечно, мне повезло, Гельман был на моем спектакле и поругал, конечно, за что-то, ну, потому что это автор, но и за многое похвалил. И вообще это большая удача. Когда живой автор смотрит, как ты играешь в его пирсу. Вот, этот принос оттуда. Какой-то принос из другого фильма. Ну, таким образом, вот так и создавалось. Поправился специально. Для Мурки я похудел на 10 килограмм. Здесь я немножко поднабрал. Вот, потому что все-таки советские люди, они более какие-то были такие немножечко, ну, упитанные, что ли. Другая, другая, другая немножко статистика была. Вот, так что, ну, тяжело было, но интересно, здорово. Самый сложный был образ священника для меня, потому что, ну, тяжело мне это дается, я не понимаю немножко. Но тут Кирилл Беревич, режиссер, у него папа священник. Вот, и очень много с религией связанного помог. Мне здесь просто выстроил все по интонациям, очень много помог. Команда классная, собрались люди, а потом продюсеры снимали на свои деньги для продажи канала, что еще очень важно. Потому что у нас же, ну, проблема коррупции везде, и в кино тоже. Вот, но когда люди снимают на свои деньги, чтобы продать потом каналу, они отвечают за качество своего продукта. И поэтому, если мой герой ехал в Тбилиси, вся группа летела в Тбилиси. А это не один миллион рублей, чтобы потратить. И смена в кино стоит тоже очень дорого. Ну, так как канал заработал на это, я так предполагаю, что реклама была очень дорогая в период показа, и сериал был успешным. Поэтому, в общем, все остались довольны. То есть, вот это утверждение, да, что в кино виден каждый вложенный доллар на экране, и каждый украденный рубль, оно по-прежнему работает. То есть, сериалы, они, скажем так, вот это вот правило, они не нивелируют. То есть, действительно, все видно, да? То есть, по-прежнему. Именно так. Видно, виден бюджет, видно, крали-не крали, экономили-не экономили, все видно. Я даже иногда вижу, в каком настроении артист ходит. То есть, его там, спешка у него, или он уставший, или вот он приехал с ночной, или он работает с переработкой. Я даже вижу иногда, что это 14 час смены идет у человека, он не может уже ничего говорить. Я даже слышу это по артикуляции, по того, как у него, как он говорит, по уставшести голоса. Ну, все слышно. И не только, не потому, что я такой особенный, а мы эту очень внутреннюю кухню хорошо знаем, и все это понимаем. Ну, конечно, да. Вы внутри. Таких проектов я стараюсь избегать, и по-прежнему много отказываюсь. И вот, наверное, я баловин судьбы все-таки, потому что мне везет. Ну, везет, правда. Я отказываясь, могу сниматься в том, что я хочу, вот, и могу, имея там большую семью, достаточно зарабатываю, чтобы спокойно... Вот сейчас до Алекса Лютова я восемь месяцев не работаю. Не потому, что мне не предлагали, а потому, что, ну, вот, сложно. А еще так воспитан я такой классической школой. Мой учитель Виктор Иванович Коршнов. Люблю хорошую литературу. И когда я получаю сценарий, где написано «Андрей делает Лене смазь по лицу», я думаю, «Боже мой, ну, что я буду дальше играть?» Это имеется в виду, что он ей рукой смазал косметику, размазал косметику. Ну, написано, что... Ну, ну, как... Или «Закуска на столе встревожена». Вот, я написал, ремарка «Закуска на столе встревожена». Я думаю, что я дальше могу играть? Ну, это уже экспрессионизм какой-то вообще. «Закуска встревожена на столе». Может, она еще и волнуется, «Закуска на столе». Да, да. Я вспоминаю сразу Дастина Хоффмана в фильме «Туци», когда он кричал, «Но помидор не может ходить». Вот. Но, с другой стороны, тут же можно вспомнить «Криминальная чтила», когда она рассказывает анекдоты, потом говорит, «Догоняй кетчуп». То есть, ну как, может помидор ходить? Да. Да, в этом смысле, да. Ну, а вот театр, да? То есть, вы в губернском театре во многом определяете, скажем так, лидирующие позиции, и вы репертуар можете выбирать. То есть, вам, скажем так, достаточно к вам... Ну, короче говоря, вас же не просто так туда пригласили, и вы пользуетесь определенными привилегиями в этом театре. Я правильно понимаю? Да, все верно. У меня есть возможность выбирать, ну, роли. Предположим, ну, хочу я сыграть что-то острохарактерное, мне дают. Хочу я сыграть комедию, мне тоже. То есть, я стараюсь тоже развивать себя, иначе смысла работать в театре я не вижу. Вот. Я поиграл в «Современники», поиграл очень много в «Современники», в «Массовки». Вот. И мне это не приносило удовольствия никакого. И сидеть в гримуборной, и говорить, что ты такой весь гениальный, талантливый, но тебя никто не понимает. И меня это, ну, тупиковый путь, ну, и так невозможно только себя убивать. Потом он работал в «Маяковке», и там тоже, ну, что-то не сложилось. На покровке. Вот сейчас в губернском. Да, у меня есть такая возможность. Конечно, театр – это все-таки такая система, и с чем-то мне приходится и смириться, но ничего не поделаешь. Все-таки театр – это такая очень жесткая структура, жесткие дисциплины, но ко мне очень хорошо относятся, меня очень любят. Когда тебя любят, ты это чувствуешь и по-другому играешь. И безруков ко мне, конечно, очень тепло относятся, и любят меня как артисты, и мне очень приятно. Театр вам дает больше, чем забирает? Конечно. Театр – это, мне кажется, необходимая вещь для любого артиста, потому что только там ты тренируешь свой организм, свою актерскую систему, свою эмоциональную систему, потому что, ну, предположим, три месяца репетиции или четыре месяца репетиции для одевания. В первой сцене, ну, если так грубо, вот просто для зрителей объясняем, первая сцена – это эмоция отчаяния, слезы и так далее. И я четыре месяца каждый день по двенадцать часов тренирую эту эмоцию. Где у меня такая еще будет возможность? Да нигде. Поэтому в кино, когда мне просят там моего героя Казанову или Мурку там, ну, заплакать результативно, я это делаю очень быстро, потому что у меня это все наработано. И так далее со всем остальным. Потом в театре у меня есть возможность, ну, как сказать, в репетициях катить все самое лишнее. Понять вообще, ну, театр… Я не знаю, я не представляю себя без театра, честно говоря, и я работаю там не за деньги, а еще удивляюсь, что мне еще и платят. Что что-то приходит на карточку, ой, какое счастье, еще за это… Я бы сам платил, клянусь, чтобы работать там. Вы как-то говорили про «Маска и душа» книжку Федора Шаляпина. Шаляпина, да. Да, Федора Ивановича. То есть, ну, понятно, я вот эту книжку тоже по юности помню, по детству, и он один из первых, кто в опере стал играть драматически, да, то есть, кто вот в оперу привнес драматическое исполнение, драматическое искусство. Он там даже что-то такое было, когда он там, когда он играл в «Мефистофеля», он себе на реснички приклеивал, значит, такие вот, чтобы был такой блеск, был, чтобы вот что-то такое. Вот. Ну, и вот Федор Иванович Шаляпин, он же очень русский человек, да, и он говорил, вот я вспомнил сейчас вот фразу из этой книжки, он говорил, ну, а кроме всего прочего, на Руси без драки не проживешь. И вот у него, скажем, такие вещи там тоже в этой книге есть. Вот. То есть, на Руси без драки... Я не услышал, я не услышал, а без драки не проживешь. Да, на Руси без драки не проживешь, он говорил. Вот вы, вы вот человек, эмоциональный или больше сдержанный? Вы вообще когда последний раз с Антоном дрались? Я не помню, в школе, наверное. В школе, наверное, да, в школе. В институте уже нет? А, в институте, да. Да, дрался, дрался в институте, да, да. За свою будущую жену дрался, очень сильно ударил своего однокурсника, вытащил его за шкирку, за волосы, коридор, на кухню и ударил его, да. Я агрессивный человек, я, видимо, из своей физиогномики произвожу впечатление очень из-за голоса, из-за тембра, очень такого степенного, степенного, размеренного человека. На самом деле, я, ну, агрессивный и даже местами очень агрессивный, и это моя большая проблема, если стараюсь справиться всегда. Вот, ну, вот, такой, какой есть. А вы как с ней справляетесь? Через спорт или через что? Что вам позволяет свою агрессию держать в Ужде? Агрессия, я рефлексирующий, агрессивный, поэтому мне помогает, мне помогает психотерапия, как никому, наверное. Я общаюсь с психологом, я все это на нее вываливаю, выговариваю, вот, и жене меньше достается, детям, и мне, и мне хорошо от этого. Я хожу к психологу уже очень давно. Вы проходите вот многочасовые сессии, у вас есть, скажем, такой план работы с психологом? Ну, сейчас уже это такая чисто гигиена психики, то есть, может быть, два раза в неделю, когда я очень устаю, у меня начинаются мои вот эти всякие неприятные состояния, депрессии и прочее, ну, каждому человеку это знакомо. Когда мне было очень плохо, это было достаточно много, там, несколько часов, там, может быть, часов пять в неделю, мне это было необходимо. Сейчас уже мне гораздо легче, сейчас только, когда устаю. у меня есть свои, как бы, такие проблемы личные, которые меня как накрывают по нескольким поводам. Это мне помогает, мне гораздо легче становится. А алкоголь? Нет, я не пью. У меня пил дед, и я это все видел, я не могу это сделать, не могу. Сигареты, только сейчас курить, врачи запретили, я курю сигары. Сигары или сигарилы, они не имеют от них губа, в общем, не нравятся. Ничего нельзя, к сожалению, я бы с удовольствием. Антон, вы вот несколько раз по разным, в разных, скажем так, программах рассказывали вот о своем детстве, о том, что вы вот как так попали в такую подростковую ОПГ. Я, знаете, о чем хотел спросить, не столько об этом, сколько о том, как вы вообще первый раз об этом рассказали, и вот как это случайно получилось, не случайно, и там, потому что скелеты в шкафу, они есть вот, ну, у каждого, скажем так, человека, наверное, который вообще куда-то идет вперед, но вы свой скелет, вот сразу вы его вытащили, он у вас, ну, достаточно таком, на виду, вот, а вы это, да, вы это почему рассказали, или это случайно произошло? Нет, я это делал сознательно, и говорю про психолога сознательно, и вообще достаточно большую часть своей, ну, то, что люди скрывают, я ненавижу, когда актеров идеализируют, я просто, и для меня это, ну, странная какая-то история, мы такие же люди, как и все, и наша профессия такая же, как и любая другая, она не проще, не сложнее, она такая же, как есть, вот, видимо, я думаю, что ради этого я и сказал, для того, чтобы, ну, что люди поняли, что я обычный человек, обыкновенный, у меня есть какие-то, у меня есть большие недостатки, есть какие-то достоинства, и что личность, это сочетание и отрицательных, и положительных качеств, что это не что-то, это только дети делят людей на хороших и плохих, что этот хороший, этот плохой, а у взрослого человека не бывает, не бывает все, все одним цветом, это очень странно, вот, я вообще не люблю, я, ну, как, я вот вы дня сегодня, ну, договоримся, я на интервью, я думаю, боже мой, ну, почему у меня, ну, блин, так мне сейчас не хватает, я люблю, очень биолога Сапольского, Роберта Сапольского, почему вот у этих людей, или там встречаю кого-нибудь, какого-нибудь, ну, умнейшего дядьку, шахматиста, или кого-то, думаю, вот у кого надо брать, ну, что у нас-то, ну, актеры зачастую, это дубари просто, они не могут связать двух слов, чего, ну, о чем, о чем актер может рассказать, ну, только вот, о себе, или в качестве о сценарии, я, я вообще, ну, как, мне однажды пожилой артист, замечательный, Шутов, в театре, он мне все время, как сказать, вставляет пистон за мои высказывания, он говорит, я вот не люблю артистов, он мне все время говорит, ты не имеешь права это говорить, тебя коллеги из цеха съебят, но я правда не очень люблю артистов, ну, так получается, не знаю, может быть, может быть, я поменяю свое мнение, ну, я не знаю, я не зачастую, не о чем поговорить, ну, просто не о чем, ну, так бывает, я вот дружу, мои все друзья, значит, это Белов, Саша, художник, ему 70, значит, Белозорович, ему 70, вот все, как сказать, условно, олды, вот мне с ними интересно, мне с ними есть о чем поговорить, они мне что-то расскажут, я им что-то расскажу, вот. А доктор Сопольский, да, о котором вы сказали, хорошо, давайте про него, вот, что он говорит, сможем ли мы измениться, значит, из-за пандемии, и так, если коротко сказать, говорит, да ни черта, не сможем мы поменяться, мы, как те же самые бабуины, которых он там в Африке 30 лет изучал, да, он говорит, да, а что, для человека, это публичное поведение, стадное поведение, это часть людей, как их этого лишить, отсюда и такой выплеск агрессии, что людям не дают вместе собираться, не дают им быть социальными организмами, вот они и сердятся, отсюда столько агрессии, с этим пандемией, не пандемией, а вот вы как все-таки думаете, я вас, конечно, не как доктора Сопольского спрашиваю, да, все-таки как актера Антона Хабарова, который все-таки, на мой взгляд, чуть выше, прямо скажем, по интеллектуальному уровню, средней актерской брати, вот вы все-таки, как умный актер, Антон Хабаров, вы все-таки думаете, человек может поменяться в результате, и все-таки мы многое хорошее возьмем из вот этой, из того, что с нами происходит, или безнадежно все? Я думаю, люди не меняются, вот совершенно, я еще, кто же это рассказывал? Как в Греции, по-моему, или в Риме, нашли камень, в Греции, нашли камень, где было выдолблено, что-то, фраза какая-то, молодежь уже не та, или что-то такое, то есть это было миллион лет назад, нет, как вот я смотрю, я изучаю, ну, там, когда работаешь над ролями, там, классику изучаешь, там, Чехова, с точки зрения истории, вообще был вчера, или еще раньше, ну, не меняется, психология, психика не меняется, одежды меняются только, и, нет, я согласен с Сапольским, но мне понравилась его больше, знаете, какая мысль, его спросили, ну, вот, вы считаете, говорит, дикостью, что рыжих женщин в средневековье сжигали на костре, да, за то, что вот они ведьмы, а что сейчас, вот, что будет для нашего времени такой просто абсурдом, он сказал, что для нашего времени это будет, то, что мы судим людей за то, что они убивают этих маньяков серийных, ну, и так далее, то есть это изначально отклонение в мозге, так что там слово на медалями, не буду врать, но что-то с отклонением от лобной доли как-то по-другому там, что-то все у них устроено, то это изначально люди больные, что это, их судить за это, ну, просто, ну, просто как, какой-то абсурд, то же самое, как сжигали людей на костре женщин, так то же самое и здесь, такая какая-то, это очень, очень необычная и какая-то глубокая мысль, вот, мне она очень понравилась. Ну, смотрите, эта же мысль вам не случайно понравилась и отклик вас нашла, да, то есть вы вообще вот так, случайностей же вообще не бывает все-таки, да, вы вот так, так или иначе, все время где-то близко к криминальной теме, да, то есть вы так или иначе с ней соприкасаетесь в творчестве, да, там вы в детстве, юности через это прошли, то есть, и я так понимаю, что нужно было обладать большой силой характера, чтобы без потери из этой истории выйти, да, потому что, ну, многие же не вышли из молодых ребят, из такого рода истории, из молодежных банд, они, скажем так, жизнь свою погубили, вот, то есть, вот, что такое вообще говоря криминальный человек и что такое свободный человек и почему это вот именно на нашей территории, постсоветской или там просто российская сейчас, почему это так близко получается? Я не знаю, я не знаю, я не знаю, как ответить на этот вопрос, правда, я могу сказать, почему я туда пошел, у меня было очень много внутри агрессии и было огромное желание выделиться, вот, очень много, что давило, у меня были тяжелые отношения с, с дедушкой, с которым я вот жил каждое лето, у меня было немножко недопонимание в семье и мне нужно было как-то, как-то, амбиции было очень много, агрессии много, надо было как-то вот заявить о себе, показать о себе, и так как я вот вскрывал машины, никто, никто, никто в Балашке больше так не делал, для меня это было просто что-то, я чувствовал себя героем, мне эти деньги даже были не нужны, которые там, ребята, они же вынимали магнитолы, я так понимаю, продавали, я даже этого не касался, вот, но это такой вот, такой-то бунт подростковый, я не знаю, что это такое, вот, и уйти мне тоже, я еле ушел, потому что у меня отец тогда работал в охране, и он мне предлагал уже свою помощь с взрослыми людьми, с охранниками, чтобы мы подъехали на эту стрелку, все это нормально развели, чтобы меня отпустили, но у меня хватило мужества, меня просто, ну, ко мне хорошо относились, и как-то они плюнули на меня, еще пару раз там, просили, я говорю, не, не, ребят, нет, я даже не переезжал, не переезжал в другой район, хотя я думал об этом, и в соседнем подъезде жили ребята, но потом начали всех убивать просто, и все, одного на дискотеке убили, другому ухо отрезали, ну, в общем, потом уже началась такая жесть, что они сами все уже разбежались, там была, видимо, какая-то, ну, тележка, я не знаю, что там было, вот, и это, конечно, ужас. Ну, да, то есть вы вышли, а вот вы же, где-то я опять же там увидел, вы где-то еще, вы собирались еще в армию пойти, но у вас в связи с очень серьезной миопеей, вы просто никак не проходили, да, то есть, ну, да, 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 ну, вот, а вот почему опять же такая вот страсть, надо было, ну, пошли бы вы в армию, да, ну, попали бы в какую-нибудь, не дай бог, горячую точку, ну, не было бы никакого, потому что это был как раз год, точнее, да. Вот именно, то есть, ну, и не было бы никакого, вполне возможно, Антона Хабарова, то есть, не актера, не просто физически, то есть, ну, а почему вот так все-таки внутренняя потребность к каким-то вот таким экстремальным вещам существовала? Много агрессии, очень много было агрессии во мне, и желание выделиться, вот и все, больше, ну, больше ничего. Сейчас вы ее переплавляете, эту агрессию? Конечно, она уходит в творчество, она сублимируется в творчество, там, в шахматы, которые, кстати, очень агрессивный вид спорта, и мне «Ход королевы», конечно, прекрасный сериал, но он совершенно не про шахматы, кто мне что не говорил, он совсем как что-то другое, потому что шахматы, это один из самых агрессивных видов спорта. Антон, может, это он, может, это вы так вкладываете в шахматы, то есть, такое, вот наполняете шахматы, такой агрессией, что он для вас, вы прям про шахматы рассказываете, я думаю, вы про каратэ говорите, чистое слово. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Это просто какие-то джентльмены, ну да, лошадью ходи, лошадью, уши, уши переди. То есть, ну, нормально, Хороший расклад. Вам надо. Вам надо откладиться. Да. Может быть. Может быть. Да, может быть. Вполне возможно. Это я наполняюсь. Это своей такой агрессией. Потому что, когда я проигрываю в шахматы, все это понимают на съемочной площадке дома. Все говорят, ой, не трогайте лучше его. Сейчас он отойдет минут десять. Потому что там возможно. Я честно скажу, что желание выделиться у меня до сих пор осталось. И вот у меня такое свойство моего характера. Я везде хочу быть первым. Всегда. Вот. И вот это вот сложное детство, о котором я когда-то говорил, оно действительно было эмоционально очень сложное. Ну просто. Мне дало такую уникальную возможность для моей профессии. Я просто благодарен своему дедушке, с которым у нас были жуткие отношения. Я могу работать вопреки. Я могу работать, когда меня не принимает режиссер. Я могу работать, когда мне говорят, ты безобразный артист. Я не вижу в тебе таланта, ничего. Но продюсеры тебя утвердили. Грубо говоря. Мне ни то такого не говорить никогда. Но вот с таким. Я даже с таким могу работать и делать на сто процентов. С сопротивлением. Да. Мне даже легче работать с сопротивлением. Меня пугает, когда я нравлюсь. Это просто для меня. Я думаю, елки-палки. Я, ну, работать в любви мне тяжелее. Лучше, когда у меня не получается. Когда у меня все плохо. Когда режиссер говорит, боже мой. У нас через неделю премьера. А что нам делать Хабаров? У нас ничего не складывается и так далее. Вот мне легче работать вопреки. Такая психика. Вы, мне кажется, нормальный русский человек, которому всегда хорошо работать, когда ему здорово пнут под зад. То есть, ну, это, в общем, мне кажется, во многом еще свойство национального характера. Что-то есть, чего бы вы никогда не стали делать на сцене, в кино, в театре? Потому что вот у того же Серебренникова, да, в Антонии Клеопатра, да. То есть, вы играли, ну, там, полностью обнаженным, да. То есть, это было обусловлено, ну, понимаете, вот людям, которые имеют возможность смотреть спектакли, вот, им здорово. А остальным приходится верить на слово, что вот это было абсолютно необходимо, чтобы Антон Хабаров был обнаженный в этом спектакле. Ну, окей, обнаженный, обнаженный. Кого этим удивишь? А вот что-то есть, что бы вы, ну, не смогли сделать по каким-то своим внутренним соображениям? На сцене есть, ну, любая вещь, которая просто неоправданная, я бы не стал это сделать, а во всем остальном у меня нет никаких табу. Если это оправданно с точки зрения материала для того, чтобы усилить эмоциональный эффект и работать на идею спектакля, вот именно вот так надо сыграть. Нет. Мало предлагают, к сожалению. Вот сейчас мне классный был материал, хотели сделать «Здравствуйте, я ваша тетя». И я так, мне так хочется это сыграть, мне так хочется сыграть вот это переодевание, вот сначала такого мужчины с этим голосом таким низким, потом женщина, вот эта игра. Ну, к сожалению, пока это, вот это мне интересно в театре, но пока чего-то мы еще не решились на эту постановку. Ну, да нет, табу нет ни ориентации в кино и в театре, лишь бы сценарий был хороший. Я могу и гея сыграть, и кого угодно. Ну, то есть, главное, чтобы была хорошая роль и чтобы было это интересно, а не просто ради эффекта. Так не интересно. Ну, такой немножко глупый вопрос задам. Ну, если это некорректно сочтете, не отвечайте. Вот что такое Бузова и МХАТ? О, я вам скажу. Бузова это... Давайте так, значит, я к ней отношусь совершенно спокойно и даже больше, ну, вообще никак не отношусь. Но Бузова это абсолютно American Dream. Это абсолютно девочка, которая говорит всем остальным, поднимайте свои задницы и начните что-то делать. Это все получится. Бузова вкалывает, как не вкалывает, по-моему, наверное, никто у нас. Она работает очень много. Она не обладает никакими суперталантами, ни драматическим, ни там, вокальным, никаким. Она просто сделала себя сама. Это просто для девочки из какой-нибудь глубинки, которая тоже не обладает ничем. Она смотрит на Олю и что она говорит? Ничего не бойтесь. Кайфуйте, жизнь одна. Все. Это абсолютно американское. Это вот первый, первый человек в нашей стране, мне кажется, который вот абсолютно олицетворяет эту фразу. Американская мечта. Сделала себя сама из ничего. Просто работала и все. Потому что когда меня спрашивают, ну, МХАТ, Бузова во МХАТе, ну, Кирин, мне все равно. Я знаю, честно могу сказать, миллион таких же артистов, драматических, которые отучились, которые играют, на уровне воли. Ну, почему-то все как-то к этому нормально относятся, а к Бузову и что-то такое как бы… Во мне так… Нет, она же на самом деле очень важную санитарную функцию выполняет сейчас в обществе. То есть она позволяет огромному количеству людей ругать ее и молодежь за бездуховность. То есть это же просто такой клапан, просто выпуск пара, то есть это, ну, совершенно замечательно. Да, да. Вы считаете, что она такая синдерелла, да, такая? Да, да. Абсолютно. Абсолютно. Да, она буфер, действительно. Она действительно буфер для всех. Да, такой. Типа, ай, я лучше, чем Бузова. И вроде как… Ну, она вообще сейчас не человек, если посмотреть. Она бедная, вот я смотрю на нее, она… Ну, как, она плачет, она устала, видимо. Я как-то к ней очень спокойно отношусь. Я понимаю, почему так увлечены там девчонки молодые. Я понимаю, потому что вот она для них вот… Есть такие села там, города маленькие, в которых потолок города просто, ну, вот какой-то… Ну, сразу видим. А смотришь на нее, вот она работала, что-то сделала, развивала себя как-то, как могла. И вот добилась всего, чем хочет. Это такая американская мечта. Как вот хочешь. Мне не нравится она, но… Она есть и все. Ей плевать, что… Она мне не нравится. Я думаю, что у нее все в порядке с самооцентом. Фильм «Сердце врага». Вы играли его на немецком языке. Язык учили, заучивали роль со слуха. Значит, фильм сделан, но… То есть, во-первых, о чем фильм? Первый вопрос. И второй вопрос. Почему он так и не пошел в России? Почему его так и не показали в России? Фильм о пяти подвигах немецких солдат на войне и о пяти подвигах российских солдат. Называется «Сердце врага». Да, что у врага тоже может быть «Сердце». И что воюют, наверное, все-таки другие люди. А не пошел в нашей стране, потому что немцы не могут быть героями. Все очень просто. Немецкие… Немец – это что-то… Лёс-лёс, шнелля-шнелля. Человек без сердца. Руся швайная. Он ливайная. Вот. Вот все. Человек без сердца, вообще без всего. То есть, это такой враг номер один. И все. То есть, он не может… Хотя масса же подвигов немецких солдат. Ну, такая тема… Я уже получал несколько раз. Ну, ничего. Я еще раз скажу за это, что… Ну, вот… К сожалению. Хотя мой дед мне рассказывал, что… Он же жил в Смоленске. Это как раз… Ну, самое такое… Первое направление, куда они пришли. Вот. Под Смоленск. И… Немец… Его кормил хлебом. Отрезал ему… Бол батона хлеба. Звал его. Давал ему кусок-кусок масла. Просто… Просто, по-видимому, у него тоже были дети. И он же тоже понимал, что… Насколько тяжело. Насколько хочется есть ребенка. Ну, то есть… Разные… Разные люди. Ну, в общем, вот такая история. Я думаю, что только поэтому он не прошел. Потому что фильм был снят. Фильм был смонтирован. Была написана музыка. Дорогое кино. Красивое кино. С таким… Хорошим вкусом снято. Ну, не пошло. Это совместный проект? Нет. Нет. Это наш проект был. Это наш проект? Наш проект сделан на частные деньги. Да. На частные деньги сделаны. Да. А вы… Вообще мне вот… Из ваших интервью, честно скажу… Мне очень понравилось одно интервью вот с Винником. Мне кажется, вы как-то с ним очень хорошо поговорили. А с этим человеком… И человек глубокий. И вы не плоский. То есть, как-то очень все сложилось здорово. Вот. Хочу вот сказать, потому что вообще как-то… Как-то не хвалят, скажем так, друг друга те, кто делает подкасты. Вот мне кажется, что этот человек заслуживает похвалы. Вот. И вы там совершенно замечательно говорили о тех, кто для вас является такими верхним уровнем актеров. Да. То есть, вы говорили, что это вот Кирилл Пирогов, Олег Борисов, Олег Янковский. А потом вы сказали о женщинах. И о женщинах вы назвали только две женщины. Вы назвали Чулпан Хаматову и вы назвали Пугачёву. Вот вы можете вот это прокомментировать. То есть, ну, то, что Чулпан Хаматова – это, ну, замечательная, потрясающая, талантливая, красивая актриса, но которая, тем не менее, сыграла в довольно большом количестве плохих фильмов и плохих сериалов. Вот это одно. И второе, вот, ну, у Пугачёва это, конечно, явление. И как бы, ну вот, а почему вот всё-таки, почему именно эти два женских имени на самом верху для вас? Ну, Пугачёва, потому что гениальная актриса. И когда я слышу её голос до сих пор, слушаю её песни, со мной что такое происходит, что я… Она забирает меня полностью вот настолько талант, гений. Ну, сложно объяснить. Тут, наверное, больше какие-то эмоциональные вещи. Я не смогу, не смогу объяснить. А Хаматова, ну, во-первых, я с Чулпан знаком. И я её как актрису люблю, как личность. Она в своё время мне помогла очень сильно. У меня друг попал в аварию, и нужна была группа «Крови редкая», и она была недоступная. Я ей просто наговорил на… Ну, то есть, мы не были так с ней знакомы. Я ей просто наговорил на автоответчик сообщение, что мне нужна помощь. У моего друга, который попал в аварию, нужна четвёртая отрицательная группа «Крови». И ко мне на следующий день стали приезжать люди с её фонда и сдавать кровь. Я какие-то там что-то говорю, давайте я вас отблагодарю, билеты в театр. Мне говорили, ничего не надо. Просто сделали то, что должны были сделать, и всё. Сложно объяснить, но, наверное, по творчеству, по таланту, потому что я не знаю как человека ни Чулпан, ни Аллу Борисовну. То есть, такое шапочное знакомство. И так же и Борисов тоже по таланту. Личности сразу видны и сразу чувствуются. У нас в стране уровня Пугачёва и певицы не было. Так исполнять, так актёрски исполнять свои песни. Спасибо. «Танцы со звёздами» – проект, который вам дался большой, я так понимаю, кровью. И вообще много из вас чего забрал. И прежде всего энергию. Где-то у вас даже, мне кажется, в какой-то момент очень сильно… Большое было напряжение. То есть, это по нескольким высказываниям понятно. А вот вы его ради денег делали? Или всё-таки ещё какой-то мотив был? Нет, я пошёл вообще не ради денег туда. Там деньги-то и небольшие были. Хватили не так много. По-моему, 10 тысяч за проход в следующий тур. После вот этих вот огромных-огромных ночных тренировок. То есть, там… А ощущение-то было, что как раз за деньги там люди работают? Нет. Нет, я пошёл туда, потому что я отдал этому виду спорта около восьми лет. И мне нравилось танцевать. Всегда хотел. Тут была возможность потренироваться с профессиональными тренерами. Юра Низдоменога и Катя Трофимова. Они вообще были учениками Донни Бёрнса, величайшего танцовщика. Сейчас же тоже эстетика бальных танцев изменилась. Мужчины сейчас скривляются. Сейчас так пошло танцуют. У меня есть друзья, там есть чемпион мира Славик Реклиба. Мы всё время с ним, когда переписываемся, я ему всё время говорю, Слава, как ты, наверное, последнее вот поколение. Ты, Тимохин, которые танцевали великолепно, которая была действительно мужская подача танцев. Что сейчас происходит, я не очень понимаю. Это такое как-то странное выражение эмоций. Я считаю, что всем танцорам бальных танцев необходимы уроки актёрского мастерства, чтобы всё-таки танцевать танец, а не показывать себя. Вот здесь индивидуализм не очень нужен. Всё-таки парный вид спорта. Поэтому я пошёл туда ради танца. Но я кайфануть не успел, потому что это были какие-то адские нагрузки. Адские, просто адские. Там я познакомился с Ксюшей Собчак. И вообще в таких сложных ситуациях люди проверяются, всегда проверяются. И вот по-человечески Ксюша, ну я и знал только по шоу «Дома-2». На ней был этот стереотип, этот ярлык. Но она такой прекрасный человек оказалась, что я вообще не ожидал. Ксюха нас просто поддерживала всегда, если что-то там нужно. В общем, какой-то удивительный человек. Я вот тогда это понял, насколько телек может транслировать другой образ. Вообще другой герой. Как этим можно пользоваться. Поэтому вот эти вот такие два открытия для меня было. Ну и танцевал, танцевал и, в общем, получал удовольствие. А вот вы сейчас говорите, ну спасибо за Собчак. Это действительно интересно, потому что как-то вообще мало кто про нее говорит добрые слова. А вы прям вот, да, вы прям действительно сказали, и я вам верю, что это правда, что она действительно человек. Ну да, потому что у нас были все, понимаете, у нас были очень такие, очень адские условия. Мы тренировались ночами, днем я, с утра я репетировал спектакль, три сестры мы выпускали, днем я снимался. А ночью, это с двенадцати до трех, до половины четвертого, я танцевал на паркете. Мы все там танцевали, в этом одном зале. Потом опять в восемь утра съемка, ну то есть я там похудел, там все мне говорили, давай на онкологию сдай анализы, что с тобой, мы тебя не узнаем. Я вообще был тощий и худой. Вот, и в таких условиях проверяются люди, и мы все вместе были вот в одной этой, варились в котле и Ксюша. Там были люди, которые проявляли себя так, что думают, боже мой, ну ужас какой. А Ксюха, Ксения Анатольевна, в общем, была на высоте в этих сложных условиях, скажем так. Хорошо. А вот то, что вы говорите о том, что сейчас танцуют не так, мужчины, не мужчины, кривляются и так далее. А может быть вы просто как тот портной, который знает, как раньше надо было шить брюки, а сейчас брюки шьют по-другому, а вы все вот про свои старые брюки. То есть вы, не кажется вам, что вы можете так вот впасть в такую уже, в общем, печальную историю человека? Как вы сказали, там где-то в Древней Греции, да, было, молодежь уже не та. Молодежь уже не та, да. Да, пять тысяч лет назад на монете написано, вот и Антон Хабаров говорит, да что, вот в мое время люди танцевали, были мужчинами. А сейчас кто так танцует? Уже, понимаешь, нету тех танцоров. Вполне возможно, вы знаете, вполне возможно, что это только меня раздражает, а всем остальным это вообще все равно, и считаешь, что так надо. Я-то как раз думаю, что огромное количество людей сейчас вас поддержит и скажет, да, да, именно, что никто уже не может нормально танцевать. Конечно, конечно, как танцевал вот Донни Бернс, предположим, классический, ну то, что мужской танец была суть, суть в этом танце была мысль, была идея, все, так сказать, все. Ну и таких как, ну, таких как Донни Бернс мало, и таких как Слава Крикливый, там Тим Охин, величайшие танцовщики. Про Славу даже сняли фильм «Последний танец» называется, фантастический документальный фильм о том, как он тренируется. В общем, шикарный фильм, не переведен на русский язык, к сожалению, потому что… И тоже не востребованы немножко, Слава много гастролируют в Японии, там любят очень бальные танцы, там прям культ. А здесь, ну, более-менее, не так много, к сожалению. А знаете, хочу вам напомнить историю про Стивена Кинга и его жену. Да, то есть там они решили пожениться, вот, она студентка, он студент. И когда он говорит, я обернулся к девушке, которая лежала рядом со мной и сказал, что, а давай поженимся. Она на меня посмотрела и сказала, давай мы об этом поговорим утром. А вот, потом утром она на него посмотрела и сказала, ты знаешь, это отвратительная идея, она очень плохая, на самом деле, жениться, потому что у нас нету ничего. Мы студенты, мы не понимаем своего будущего и вообще хуже этой идеи быть просто не может, но при всем при том я согласна. Вот, и он тогда, пошли они в магазин и он купил, попросил самые дешевые золотые кольца, он попросил. И им, да, им продали два кольца за 15 долларов или за 16 долларов, по 8 долларов за кольцо. Вот, и когда они ехали в автобусе, там у них такая церемония была весьма и весьма, скажем, такая скромная. Вот, и он как-то, да, он как-то разбавит ситуацию, он ей говорит, ну, говорит, думаю, что эти кольца наверняка будут оставлять какой-то зеленый след. Вот, ну, а она ему тут же ответила, надеюсь, у нас будет достаточно много времени для того, чтобы увидеть это. Вот, ну, и в результате они прожили потом вместе 45 лет. Кинг в разное время по-разному объяснял этот феномен такого длительного брака. То он говорил, что, да, да, нам просто повезло, да, то есть мы просто моногамны, что жена, что я, то есть мы просто моногамны. Да, то он говорил, что на самом деле, да, у меня и не было другого выхода, то есть у меня был либо вариант окончательно уйти в наркотики и в алкоголь, либо в семью. И в конце концов, в какой-то момент я выбрал семью, а не наркотики. Ну, и много по этому поводу, но тем не менее, да, то есть это такая история-то весьма показательная, и именно жена его во многом и там первый роман достала из мусорки, да, и его отправила, и он был напечатан и так далее, и так далее. Ну, а понятно, к чему я всю эту длинную историю рассказываю. У вас 21 год семейной жизни, двое детей, а вы оба актеры. Это все хорошо и ладно, я вам не буду ничего спрашивать про вашу личную жизнь и семью. Я вас про другое спрошу. Вы когда совместно ездите на гастроли с женой, а вы этот таким образом от детей убегаете, устраиваете себе каникулы, или вы на самом деле прежде всего работаете? Нет, когда мы с женой, мы, вот я сейчас прилетел, мы поехали в Калининград играть спектакль втроем с дочерью, и дочь отдали бабушке, и для того, чтобы побыть вместе, Лена поменяла билеты, и с утра вот мы, я прилетел сюда, она прилетела в Москву. И мы долго объясняли администраторам, для чего, что Лена не может улететь вечером, зачем ей, мы объясняли, мы по-моему же сказали, ребят, мы хотим вместе, в общем, переночевать и поехать с утра уже, что вы, просто поменяйте билеты, какая вам разница, мы отдадим деньги, вернем разницу. Вот, мы, конечно, вдвоем, нам и работать хорошо вместе, но мы проводим время вместе просто, нам, как Растропович и Вишневский, Вишневский же сказал, что если бы Растроповичем они жили все вместе, и все время вместе, и не разъезжались по гастролям, они, наверное, бы развелись очень быстро. Мы тоже все время в разъездах, мы сейчас переехали в центр, и я даже, ну, один раз только переночевал там, в Москве, а уже три месяца живу в Петербурге. И Лена сначала приехала сюда с сыном, потом приехала сюда с дочерью, мы очень редко видимся, эти 21 можно поделить, и будет 10 всего-навсего. Я все время в разъездах, все время, она все время, или она куда-то уезжает на гастроли, но чуть меньше, но тоже уезжает достаточно много. Поэтому очень, ну, мне интересно с ней, это самое главное, наверное. Мне интересно, она мне какие-то подкидывает все время, там, интересные лекции, там, или еще что-то, или что-то мне новое рассказывает. Она меня познакомила, кстати, с Сапольским, с Нилда Грастайсоном, то есть с Домбровским. Она мне первая, она мне первая дала книгу в факультет ненужных вещей, и я был в восторге. А потом, когда я узнал, что он похоронен рядом с нашим кладбищем, в Кузьминках он, оказывается, похоронен, я этого не знал. Рядом, не знаю, рядом, ну, с театром нашим. Поэтому Лена, Лена такую, она как жена Хичкока, ее работа не видна, но она очень много, много что делает. Она мне очень много помогает. Она мне помогает в разборе роли. Она мне говорит, когда я на сцене, как говорится, вдуваю так, что это может потом превратиться просто в непрофессиональную черту. Она мне очень много тормозит, когда я, ну, как я не должен себя вести, потому что я все-таки, ну, артист, что это может повлиять. Ну, она очень много, очень много мне дает мудрых советов, я ее слушаю, очень много. Это все как бы не так, как, не как она, ментор, наставник, это все в общении. Также я ей в чем-то советую. Но у нас такой классный, классный союз. Мы ругаемся очень часто, нет такого, что у нас там, это, птички летают, и мы ужинаем под классическую музыку, такого нет. Вот, но много ругаемся, очень много. Ну, так. Как-то вы о том, что много ругаемся, прям так сказали, уверенно, очень, даже с некоторым удовольствием. Да, потому что очень многие идеализируют нас, что такая вот, мне пишут, там, такая семья. Еще мне пишут, как бы я хотела быть вашей женой, много пишут, вот, ну, женщин, но я, я пишу, что вряд ли бы ты и прожила со мной день, потому что такое количество, там, ну, в кино сколько я целуюсь, сколько у меня постельных сцен, и они достаточно откровенные постельные. Сколько, сколько, сколько я смогу уделить внимание второй половине, потому что у меня каждый день по 15 листов текста, их надо учить. Вот, то есть, ну, то есть, это фактически, ну, это, я не знаю, невыносимая жизнь, наверное, и я и уехал куда-то на три месяца, и ты живи там, думай, с кем он там, где он там, как он там, это не каждая женщина выдержит. Поэтому наш союз так идеализирует, я все время пытаюсь, может быть, поэтому я так это педалирую, сказать, что мы, ну, то есть, у нас обычные люди, мы не идеальные, мы так же ругаемся, так же там, то есть. Все как у всех абсолютно, те же проблемы, там так же ремонт, и, господи, с этим ремонтом мы просто с ума сошли, кто, что, где, я хочу это, она хочет это, и это, эту кухню, эту кухню, то есть, такие бытовые ссоры, там, вынести мусор тоже, я там не могу вынести, она, вот, иди выноси мусор, давай, то есть, ну, обычные, обычные люди, елки-палки, вот и все. Ну, ваши кольца, тем не менее, все еще не позеленели, да, то есть, все-таки. Мы их вообще не носим, мы их вообще не носим, да, у нас их нет, вот и все, потому что все время с этой работой снимаешь, одеваешь, их теряешь, они у нас где-то лежат там, и все, все говорят, как, как ты не носишь кольцо, это же, ну, это ни на что не влияет абсолютно, не ношу, не ношу, или она не носит, кстати, кольцо. Вы детей, вы детей воспитываете, или дети все-таки растут и развиваются, глядя на вас, и, собственно, вы их создаете своим примером и своей жизнью, то есть, у вас вот какой вариант отношений с детьми? У вас сын и дочь, да? Сын и дочь, да? Может быть, культура нравится, может, тоже что-то рассказал, но потом даже и не стали это делать. Просто ребенок любит китайский, и все, и нравится, самой-самой нравится. Это, конечно, когда ребенок сам выбирает, это у него другой заряд на эту секцию, она очень довольна, и нас всех учит, в общем, потихонечку китайскому. Владик тоже сам выбрал сейчас баскетбол, сейчас он в баскетбольном лагере, сам выбрал английский. То есть, они сами, ну, они много чем занимались, очень много что бросали, огромное количество. Но это все делает Лена. Я это, я, я хороший папа, но я в основном папа по скайпу, вот, но это вот эта обратная сторона вообще моей профессии. У меня был момент, когда дочка по мне вообще не скучала, и в принципе, они по мне не скучают, что меня очень, я очень расстраиваюсь от этого, потому что я понимаю, что этот момент просто упущен, и я ничего это не верну. Где папа, папа на работе, это обычная история, ну, позвоню там дочери, поговорю с ней, она меня очень любит, я знаю, но 5-5 минут, и все, папа, папа, я побежала. А Ленка приезжает ко мне, ложится на диван, они ей звонят, мама, мама, и они с ней по 30, по 40 минут разговаривают. Со мной так они не разговаривают, и это моя вина, они меня очень любят, но вот так получается. Ну, а что, если я, если меня не было дома, вот, как они родились, так я, я все время работал, вот, мне не было дома никогда, и приезжаю, по-моему, там, после двух недель куда-то приезжаю, уже не помню кто, то ли Влад, то ли Алинка, я думаю, сейчас вот напрыгнут, папа, папа, и такие, о, привет, папа, как дела? Опять, он два месяца не было. Я говорю, все нормально, дети, все хорошо. Обидно, обидно, очень обидно. И, конечно, я вот такой, это вот обратная сторона той профессии, которой я занимаюсь, у меня нет дома никогда, и мама, да, мама, ну, Лена для них очень много что делает, а я вот, к сожалению, даю им возможность просто заниматься то, чем они хотят, но это тоже ничего, ничего не заменяет. Все не так плохо, они меня очень любят, и я их очень люблю, но просто вот не так они скучают по мне, как бы мне хотелось. Но это эгоистические мои чувства, знаете, это я переживу. Очень понятные, на самом деле, очень понятные чувства, да. А у вас же еще и антреприза, кроме всего прочего, то есть вы работаете, служите в театре, вы снимаетесь в сериалах, и вы еще участвуете в антрепризе. Антреприза – это же вообще такая вещь очень специальная, да, то есть эти вот, скажем так, театральные гастроли по городам и весям – это же такая жизнь-то вот очень близкая к кочевой и к такому, ну, практически театр Шапито. То есть вот как вы с этим живете, как вы с этим справляетесь? Я пробовал участвовать в антрепризах, у меня не получалось, мне много что там не нравилось. Вот, у меня одна антреприза с Леной вдвоем, мы там только с ней в основном вдвоем на сцене играем вместе. Вот, пьесу написал наш друг Слава Гугиев, прекрасная пьеса, очень-очень хороший материал, все, у меня больше нет. Я даже это не считаю за антрепризу, это просто спектакль. Мы там, у нас даже не, это даже не, ну, как сказать, не комедия в чистом виде, это такая больше, больше драмы, наверное. Вот, то есть он такой даже не антрепризный спектакль. А как называется? Называется совершенно дурацкое название, я с продюсером, у продюсеров свой взгляд. Называется «Судьба в подарок», но назывался он «Кот Шрёдингера», естественно, и я сразу, сразу по названию понял, что там есть, 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 что почитать. Вот, и называется «Судьба в подарок», название ничего, ничего не значащее, просто так считают лучшие. Я очень долго пользуюсь, это у меня с антрепризой война и всегда. Да, даже что-то пытался написать в журнал «Театрал», мне дали такую возможность, я там писал какие-то, у меня была там своя, как сказать, ну, условно, колонка в журнале «Театрал». Вот, и я пытался написать что-то про антрепризу, но понял, что лучше этого делать не надо, потому что у меня просто съедят коллеги и скажут, что я сноб, зазнайка и прочее. Но вот у меня не складывался с антрепризой ни одной, скажу так, в тех антрепризах, в которых я пытался участвовать, мне не очень нравится качество юмора, качество шуток и вообще такое висение на удочке у зрителя. То есть, развлекаясь зрителя, ничего его не принося, то есть, это по мне, так это немножко не мой, ну, не могу я в этом, в таком жанре работать. И афиши тоже. Я очень активно в Инстаграме веду деятельность, там очень, нашел несколько талантливых дизайнеров, которые мне сделали безумно красивую афишу спектакля «Кот Шрёдингер на судьбах подарок». Вот, я предложил продюсерам, Риме понравилось, Королёвой нашему продюсеру, но мы дальше стали высылать это в города и в городе сказали, что нет, нет, мы не можем, мы не можем, что бы, что бы, мы не можем поменять формат. Как это так? Мы привыкли, что вот эти вот лопухи, подсолнуки и там лица артистов, и на это обращают внимание. Я говорю, ну, вы поймите, ну, это просто невозможно, невозможно на это смотреть, на такие афиши. Нет, нет, людям привычнее, людям это привычнее, людям, они обратят на это внимание и придут вот эти вот артисты на фоне голубого неба, облаков, ну, это просто какой-то ужас, 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 ужас. В общем, и, короче, не дали мне, но у меня всё это есть, вот, все эти эскизы. Ну, в общем, так что это один спектакль наш с Леной, и мы вдвоём. История о том, как начинается отношение у людей, чем они могут заканчиваться. Такая вот идеальная, идеальная история вначале, что вот с милым и рай шалашей, и любят, и деньги не нужны никогда, и всё такое идеально. А потом, к чему это приводит? Вот взрослую пару играет, в общем, реальную жизнь, как говорится, Проклова, Лена и Женя Сидихин, а мы играем вот как у них всё начиналось и к чему всё привело через 20 лет их жизни. Прекрасная тема, она достаточно лёгкая, она нравится людям, есть момент и посмеяться, и поплакать. И, конечно, Слава совсем ещё молодой человек, но он так пишет женские монологи. Вот Ленион Проклова написал монолог про счастье, про потери, что просто это написано настолько идеально. Ну и Лена прекрасно играет, ну в общем, так что талантливая, талантливая, талантливая пьеса и талантливый автор. А так у меня не получалось, мне предлагали, и даже с известными артистами, и денег много предлагали. Ну я приходил, и начинался вот этот вот, извините, поджопный юмор. Ну это так неинтересно, так как-то... Не, не надо, не хочу, пока не хочу. Ну тем важнее, что есть вот такой спектакль, который на самом деле кот Шрёдингера, а совсем не судьба в подарок. А вот, ну, по крайней мере, люди, которые будут это видеть в городах, они будут понимать, что это то, на что можно идти. То есть, ну, и вот и хорошо, вот и спасибо, что вы говорите, вот есть у вас антрепризы. Есть у вас антрепризы. Да, есть, есть одна, да, действительно. Мы приехали, мы приехали на завод КАМАЗ, по-моему, к рабочим, на завод КАМАЗ. И это было такое, наверное, не было еще такого приема теплого. Боже мой, как им понравилось все. Хотя я немножко волновался, потому что я играю молодого физика, который рассказывает долго про эти формулы. И хоть мы это обыгрываем про кота Шрёдингер, но все равно этот вот опыт, да, вот, он очень много на нем еще строится. И вот интересно написано. И мне казалось, мало ли, ну, им просто будет неинтересно это сказать. Боже, ну, что ты там привез, физика, Шрёдингер, что ты это, то. Но им так понравилось. Я вспомнил Вестника, я его очень люблю, и он вообще великолепный артист. И он говорил такие вещи, что когда ты едешь к профессуре какой-то, им надо привозить материал очень простой, какую-то легкую комедию. Но когда ты едешь к другим там людям, да, не к профессорам, а людям, которые занимаются другими профессиями, к нему им нужно привозить то, что вот либо поэзию сложную, даже процкого можно привозить, либо что-то вот такое вот. И поверьте, это будет оправданно, я действительно понял это, потому что были такие аплодисменты. Я запомнил, мужик стал огромный, такие руки огромные. Оказалось, что это руки, как еще два человека. Он хлопал со слезами на глазах, кричал, браво, браво, спасибо. Так было, ну, так необычно вообще. Ну, редко кто так очень эмоционально реагирует. В общем, очень понравилось, очень. И даже вышли нас провожать, и, конечно, не так, как провожали Райкина, потому что я узнал, что его после концерта провожали до гостиницы всем концертным залом. Это же удивительно было. Но нас встречали эти рабочие потом у служебного входа, это было что-то... Последний раз у меня было такое на закрытой школе, потому что это в какой-то момент стал культовым сериалом для подростков. Но это только потому, что у нас не было детского кино вообще. Потому что сериал, ну, обычный. Не было ничего необычного у него. Обычный сериал. Вот, но вот именно такая мистическая тема подростки. И это... Нас увозили с площадки. Мы снимали на какой-то околомузыкальной школе. Это метро. Дети позвонили другим детям. Нас увозили с милицией. Была площадь детей. Вызвали милицию. Я думал, как рок-звезда я просто был. Меня с милицией увозили с площадки. У меня такого больше никогда не было и не будет. Потому что вот еще удивительно, конечно. Удивительно. Детское кино сейчас вырастает. Вот стюардессы, которые сегодня так говорят. Я вот выросла на ваших фильмах. И, как говорится, и второй обед дала. Приятно-приятно. Дополнительно покормила, понимаете. Вот. Поэтому вообще удивительно. Удивительно. Ну, мне повезло, наверное. Я часто вот у Винния тоже спрашивал. Извините, что перебил вас. Наверное, это все-таки от счастья везение какое-то. Это, конечно, упорство, характер мой. Потому что я очень работоспособный. Если этот немецкий. Вот немецкий, про который вы говорили, у меня уходило на чистую фразу без акцента. У меня ходило на предложение где-то полтора дня. Чтобы говорить чистенько-чистенько, без акцента. И мне немец не поверил, что я не знаю немецкого. Он сказал, что ты говоришь, просто ты жил там, просто жил в какой-то... Ну, назвал мне какой-то. Тебе небольшой акцентчик, как вот у каких-то вот этих, в этой части. Я говорю, слушай, я правда там не был. Он мне не поверил. Для меня это было, в общем, огромное счастье. И сейчас я учил немецкий на картине в парке Чиир. Учил долго, очень долго. Также учил с диктофона. Тоже где-то два предложения в день. И мне немец сказал, что я говорю вообще без акцента. Этого никто не заметит. Потому что немецкий мой уйдет чуть-чуть приглушенный по звуку. И будет сверху русский перевод, дубляж. Так что я буду отдаленно. Но мне вот, я такой человек. Мне вот надо. Вот надо, чтобы это вот прям... Если я играю немца, чтобы это было все. Если это мурка, если он болен туберкулезом, то надо похудеть на 10 килограмм. Так как-то интереснее. Иначе чего вообще заниматься этой профессией? Мне нравится так. Я приехал в какую-то тоже маленькую деревушку. Я вообще мечтаю съездить. Просто не приглашают. Это очень дорого. Я мечтаю съездить на Северный полюс. Мне предложили. Но это была реклама алкоголя. Я категорически отказался. Я говорю, а можно без рекламы алкоголя? Можно просто я съезжу на Северный полюс? Я не знаю. Ну, какое-нибудь другое, чтобы дальше что-нибудь другое прорекламируют. Мне все равно. Но только не алкоголь. Нет-нет. Я приехал в какую-то маленькую деревушку. И играл там. Я немножко... Я совсем не музыкант. Упаси Боже. Я немножко там поигрываю на фортепиано. Я сыграл им кусочек Шопена, невыученный. До конца. То есть это ноктюрн там. И чуть-чуть Бетховена. Я такой тишины в зале вообще не ожидал. Наверное, у них нет фортепиано в этом маленькой деревушке. И никто не играет. Они слышны только по радио. А живое... Ну, там мне привезли. Хоть это был синтезатор. Но все равно. Это хороший синтезатор. Хороший звук у него. Похожий. Хороший инструмент. Это они были в таком восторге. Им не надо было ничего. А это стихи почитал. Ну, то есть, вы правы. Нужно что-то такое вот настоящее, хорошее. Потому что цель театра... Вот я как прочитал, когда я у Товстоногова книжку взял «Зеркало сцены», у него был такой вопрос, ему задали. Или это была его лекция. В чем цель театра вообще? Он сказал «Растревожить человеческую совесть». Кажется, такие какие-то слова, избитые, банальные, ничего в них особенного. Но это действительно так. Вот когда получается в спектакле это сделать, то тогда зрители тебе благодарны. И это, наверное, действительно цель театра. Потому что иначе для чего это? Просто повеселить публику. Нет. Ну, публика действительно... Ой, сейчас получу еще раз. Как бы это объяснить-то? Публика дура. Но в каком смысле дура? Люди понимают только в сравнении. Вот если они пойдут на спектакль, ну, не знаю, Гамлет, там, очень средний, если им очень понравится, но если они на следующий день пойдут и увидят Гамлет другой, они только тогда поймут, что там было плохо. Так они не понимают. Ведь есть такие законы. Первые 15 минут люди отхлопывают свой билет. Вот это правда. Потому что первые 15 минут спектакля, люди вот даже 5, наверное, они смотрят, вот они пришли в театр, они вот на этот зоопарк, да, вот они видели, все здесь, и обезьянка, и жираф, все, кого видели, все на сцене, понимаете, как в зоопарке. И все здесь рядом, и они счастливы, и безумны, что они видят этого артиста. Вот. А потом еще театр, это такая справедливая кафедра, почему я еще держусь за него. В театре неважно ты, звезда, не звезда, известный, неизвестный артист. Ты вышел, и вот зритель смотрит, кто как печет пирожки, понимаете, кто как умеет так, неважно, тебя может переиграть вообще неизвестный артист. Так же и ты можешь переиграть самого известного артиста. Это лакмусовая бумажка. То есть в театре не прикроешься ничем. В кино даже маломальски слабенького артиста прикроют монтажом, музыкой, есть на кого перебиться, в конце концов скрипки, отлет камеры наверх, и ты уже сам плачешь. Ничего особо не надо. А в кино, в театре этого не получится. Это прям вот настоящее искусство. Вот так, как надо. Так же, как и стихи читают. Не все артисты могут читать стихи. Кто-то умеет, а кто-то не умеет. Ну, то есть это разные. Как вы еще раз, еще раз можете, Антон, повторить, вот у Товстоногова, значит, это растревоженная совесть? Цель театра – растревожить человеческую совесть. Вот, видите, как на самом деле вот про сравнение и про закольцованность. Мы-то с вами сегодня с чего начали? С того, как вы цитировали какую-то пьес, пьеску там или сериал, где была растревоженная закуска. Да, то есть, вот видите, мы с вами как прошли сегодня, да, от растревоженной закуски до цели, да, до цели театра, как растревоженной совести. Вот, поэтому, ну, а чего еще? Вот так и надо, надо ломать все. А с другой стороны, оно же и то, и другое имеет право на существование. Да, то есть, да, и растревоженная закуска, и растревоженная совесть. И действительно, люди ведь должны в сравнении идти от одного к другому. Вот, но вот за то, что вы так отстаиваете, что людям даже в антрепризе нужно вести хорошее, и что людей не надо публику недооценивать, вот за это вам отдельное спасибо. Ну, вот как-то вот так, как-то так мы с вами поговорили. Я прям вот должен сказать, да, что я огромное удовольствие получил, потому что вы еще какой-то вот там сноб, не сноб, что там говорят, такой на самом деле абсолютно легкий, приятный, располагающий человек, который вот от чего хочет, то на самом деле с тобой и делает. Вот захочешь, чтобы ты его сидел и слушал, вот будешь сидеть и слушать, и получать удовольствие. Да. Так что вам огромное спасибо за этот разговор. Спасибо огромное. А вы в шахматы играете сами? Играете в шахматы? Вы играете? Вот я почему, я вот почему про шахматы изо всех сил молчу, уши прижав, потому что не играю. Я вот уже про все, скажем так, о чем мы с вами там где-то упомянули, постарался упомянуть, а шахматы вот сижу и изо всех сил думаю, вот Антон не вспомнит, не вспомнит про шахматы, а вы все-таки вспомнили. Вот не играю, к сожалению. И не играли, не пробовали никогда, да? Вот, ну, на уровне ходов только. Вот виноват, вот с шахматами, вот не сложилось. А вот, ну, могу попробовать. Знаете, когда я начал играть в шахматы, есть такая фраза, мозги кипят. Вот до этого мозги кипят, это совсем не то, что я думал. Потому что, когда интенсивная партия быстро идет по три минуты, там очень надо было, очень быстренько думать и быстро считать. И вот, у меня болит, вот сзади, сзади, оказывается, что-то есть у нас. И это болит, это такой приток, приток крови в голове, что иногда мне даже становится страшно. Мне кажется, что я сейчас что-то упаду, потому что они действительно кипят. Это такая нагрузка, это такое, прям, немеет затылок и немеет вот здесь виски. Ужас! Вот что значит, кипят мозги. Это вот только, только шахматами я смог этого, этого добиться. Вот. Ну, редко кто играет, вот, Белозорович играет, ну, он рассказывал мне, значит, обожал играть Белявский. Саша, это его друг, артист Белявский, который сыграл Фокса, это вот телезрителям, мало ли, кто-то, кто-то не подзабыл. Он обожал играть в шахматы, играл шикарно. И играл артист, он играл в «Джентльменных удачи», самая знаменитая роль, «Все побежали», и я побежал. А ты зачем бежал? Все побежали, и я побежал. Вот он был уровня, понимаете, да, о ком я говорю? А в тюрьме сейчас ужин, макароны, вот этот артист. Да, он играл вообще фантастически, на фантастическом уровне. Это вообще было искусство, эстетика. Я пытаюсь сейчас найти вот этих вот дедушек, которые в парках играют в шахматы, вот, но когда нахожу, я даже боюсь к ним подсесть, потому что, ну, там, мне кажется, там все, там все на таком уровне играют, там такие ходы, что даже их просчитать не могу. А однажды я ехал в вагоне, в Сапсане с Анатолием, Старповым, напротив. И я, я просто дрожал, и он играл, играл на телефоне. Я думаю, с кем он играет вообще, с кем, какой у него рейтинг, с кем он играет. Я, ну, неудобно, уже человека беспокоить, мне неловко. И я встал там, как будто бы я встал, вот, нужно выйти, думаю, дай загляну, посмотрю. И заглядываю, а у него там, знаете, игра такая, шарики цветные, он переставляет шарики, и это такое, я так, это было так смешно, у меня, то есть, у меня такой стереотип, что Карпов, если он Карпов, значит, он должен с утра до вечера играть в шахматы. А человек просто расслаблялся, играл в шарики, а я настроил, думаю, боже мой, что там, как. Классная история, это еще, еще к разрушению стереотипов, да, ну, да, да, ну, да, и к нашим ожиданиям, потому что, ну, а что ж, вот так вот должен и все играть в шахматы Карпов. Да, 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 все раз. Карпов Хабаров должен там нечто другое, там, ну, должен быть три раза женат, и вообще, что это, однолюб вообще, с одной женой, еще остаешься с ней на гастролях, чтобы побыть с ней сутки, да ты что, вот такие, да, такие стереотипы, да, вот, так что вот так. Хорошо, спасибо вам большое, мне тоже было очень приятно, действительно, так лился разговор, у меня не было ощущения, что интервью, очень здорово было, очень удобно. Спасибо. Спасибо.